Итоги визита украинского премьера в Италию. Будем обсуждать с нашим следующим гостем. Это Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы. Здравствуйте, Тарас. Доброе утро. Да, доброе утро. Я для себя на самом деле другую цитату президента Италии отметила. Сейчас процитирую. По моему твердому убеждению, Украина вступит в Европейский Союз в кратчайшие сроки. И мы ценим преданность ее правительству пути реформ, осуществленных для соблюдения параметров, которые я подтверждаю. С нашей стороны вы можете рассчитывать на любую помощь, необходимую для достижения демократических целей своей страны. Вот такое отметил Серджио Матерелло. Как оцениваете такое заявление? Я бы называла заявление поручителя. Насколько это действительно дружеская поддержка или просто дипломатические слова? Или действительно он ознакомился с теми стараниями, которые сделала Украина на пути к вступлению в Европейский Союз? Ну, смотрите, если в отношении НАТО интерес приемов Украины в эти структуры тут понятен, это и буферная страна дополнительная, в отношении России это увеличивается, их небезопасность. Это и денег много платить не надо, потому что Украина за счет своего бюджета в том числе будет поддерживать безопасность европейского континента. То относительно Европейского Союза у меня большие сомнения, потому что это пока слова. Мы видим, как активно действуют Европейский Союз или европейские страны в отношении защиты собственного рынка. Вот ситуация с Польшей, да, там же они хотят запретить не только экспорт зерна, да, они же хотят запретить экспорт готовой продукции. Поэтому тут пока, я думаю, настраиваться на то, что в ЕС мы быстро вступим, я бы так не говорил, потому что слов может быть очень много красивых, но реалии, к сожалению, будут совершенно другими. Я думаю, что украинская позиция должна заключаться в том, что нам не нужны бесконечные разговоры о вступлении в ЕС, они могут растянуться и на 10, и на 20 лет. Это не так вот голову морочили Турцию 20 лет. А наша задача получить свободный доступ на европейские рынки минимум на 5 лет. И тогда у нас все быстрее пойдет по восстановлению экономики. Вы должны еще понимать, что Европейский Союз сейчас окажется не в лучшей экономической форме. В связи с тем, что в результате перестройки логистических цепей, в результате перестройки всего мирового хозяйства из-за того, что Россия исключена из этой вот цепочки и поставок как источник дешевых энергоресурсов и рынок сбыта, то это же платить очень много Украине нужно будет дотаций. То есть я пока не вижу готовности со стороны Европейского Союза о том, что они готовы это делать. Там размер дотации, учитывая нашу страну, может достигать от 80 до 100 миллиардов евро в год. Да, еще раз. То есть приблизительно такую сумму, кстати, платили Польша, когда они выбили у них огромные дотации. Поэтому я пока к этому скептически отношусь к Европейскому Союзу. Тут интересы европейских стран не совпадают с украинскими интересами. Им интересны наши мигранты, им интересен рынок сбыта, нам интересен экспорт в ЕС и в другие страны. И тут каждый бережет и борется за собственные экономические интересы, в первую очередь в рамках ЕС. Поэтому это не то, что мы такие плохие, как, знаете, часто нам рассказывают, что у вас там реформы не такие и так далее. А из-за того, что не совпадают экономические интересы. Никому не нужна сильная страна с сильной экономикой, которая может конкурировать с местными производителями. Поэтому тут еще будет очень много нюансов, как раз связанных с экономикой в первую очередь. Тут я буквально уточню, но ведь все-таки Италия не присоединилась к тем странам в зерновой политике, которые наложили эмбарго на украинское зерно. Может быть, все-таки тут Италия по-другому смотрит на Украину? Нет, это вы правильно говорите. Вопрос, а как украинское зерно может попасть в Италию? Может попасть только через Польшу, через Балтийские порты. То есть это дополнительное логистическое плечо, которое ложится в цену, например, зерна. Это раз. И второе, ну так они пробивают это через Еврокомиссию. Это будет наложено на весь рынок Евросоюза. То есть Италия может быть против, не против, но в результате мы получим тот же результат. Так что жизнь в Европейском Союзе намного сложнее. И эти рассказы, которые часто не говорят про свободную конкуренцию и так далее, оно не сталкивается с реальностью. Кстати, вот то, что сейчас требует Польша, это и нарушение закона о свободе, так называемой свободной торговли. Это нарушение их решения о том, что Украине предоставляется годичный доступ на их рынки. Поэтому это такая, знаете, игра. Каждая сторона беспокоится о своем экономическом интересе. Никому не нужны конкуренты на своем рынке. Туда нужно пробиваться, выгрызать и не ждать манны небесной. Вот о чем мы должны думать. Мы должны максимально диверсифицировать свой экспорт. Он должен быть более сложным. Они не однотипные продукты, которые сейчас мы экспортируем. Зерно должно перерабатываться, например, в стране, создавать там корма. Корма лучше скармливать свиньям, экспортировать, например, свинину. Лучше, знаете, спирт делать из зерна, чем продавать его за 3 копейки в Евросоюз, чтобы они потом нам возвращали. Я вчера буквально увидел новость, что предприятия, экспортирующие макароны Турции, в год производят на 1 миллиард долларов. Угадайте, откуда они везут зерно, которое позволяет им производить? Конечно же, Украина. То есть мы за 3 копейки отдаем дополнительную стоимость тем же туркам. Они производят продукты, экспортируют его, в том числе, в нашу страну. Это абсолютно неадекватная модель. Мы должны научиться защищать свои экономические интересы. И получится, не получится, это такой вопрос. Поэтому, в первую очередь, экономика, занятость. Вот на чем мы должны концентрироваться. А все вот эти разговоры, что мы там присоединимся и так далее, я считаю, это такое пока разговорами и пока ни о чем. НАТО, НАТО, да, нам категорически нужно. И вот тут вот интересы Старой Европы и Украины совпадают. Тут я думаю, что при всем своем нежелании некоторых европейских стран видеть Украину в НАТО, они будут вынуждены это сделать. Тарас, ну давайте поговорим о интересах, которые совпадают. Экспортно-кредитное агентство Италии, ИСАКИ, готово возобновлять работу с Украиной. Это является важным сигналом для итальянского бизнеса. Кроме ранее анонсированных 500 миллионов, агентство выделит дополнительно 1 миллиард евро. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Мегаль во время двусторонней конференции по вопросам восстановления Украины, которая прошла время. Он также призвал итальянский бизнес продолжать инвестировать в Украину. Давайте услышим главу украинского кабмина. К сожалению, Россия нанесла колоссальное разрушение. По оценкам Всемирного банка, только на контролируемой сегодня территории Украины наши убытки составляют более 400 миллиардов евро. Это большая сумма. Я уверен, что после освобождения всей территории Украины эта сумма удвоится. Мы знаем и видим, как мы будем отстраивать наше государство. Видим отрасли, территории. Приглашаем итальянские компании, которые на конференции, а также другой итальянский бизнес присоединятся к проектам восстановления. Убежден, что восстановление Украины станет крупнейшим бизнес-инвест-проектом на европейском континенте со времен Второй мировой. Ну, Тарас, вопрос к вам. Каким вам видятся перспективы такого инвест-проекта? Понятно, что Денис Шмыгаль акцентировал внимание на восстановлении Украины, на восстановлении инфраструктуры, ну и в целом нашей страны после этой войны Российской Федерации против Украины. Не, ну смотрите, когда говорится, там господин Шмыгаль говорит о том, что вот экспортное агентство возобновляет, ну правильно, они продвигают свой экспорт, повышают свою занятость. То есть они нам дадут кредит, на который мы закупим итальянские товары. Непонятно, что будет с нашей занятостью, как это будет работать на уменьшение безработицы. То есть это тоже, опять же, чистое продвижение иностранных интересов. То есть я опять тут не вижу, а в чем интерес Украина? А почему итальянцы? А вот где наш бизнес? Что мы получаем от этого в том числе? Какая занятость будет у нас в стране? Какая вовлеченность будет украинских компаний в восстановлении Украины? И многое-многое другое. То есть понятно, что они готовы продавать как можно больше своих товаров. Это их не логично. У меня вопрос, где позиция премьер-министра по продвижению наших товаров на европейском рынке. Пока это такое все. Ну а если рассматривать как раз углубление, или как сказал Шмыгаль, расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в сфере ВПК, военно-промышленного комплекса, а речь идет о производстве совместным систем противовоздушной обороны. Тут, как вы видите, перспективы. И, собственно говоря, в каком близком обозримом будущем это возможно? После войны или уже сейчас начинать совместную? Вопрос, да. Первое. Смотрите, мы все увидели, насколько сложный продукт является продукция ВПК. Насколько он подвержен политическим рискам. Мы знаем, что в Италии тоже много вопросов есть. Поддержка, например, Украины в Италии самая низкая среди старой Европы. Там до 40% в принципе или нейтральны, или поддерживают Россию. Мы об этом тоже должны помнить. Ну, у меня вопрос, что будет производиться у нас, да, это первое, именно на территории Украины. Как нам передаваться будут технологии, как мы их будем контролировать. Где гарантии, что, например, в Италии не запретит использование систем ПВО в случае нападения России? Поменяется там правительство или что-то с этим связано? Поэтому я считаю, что мы в первую очередь должны взаимодействовать с теми странами, которые не подвержены таким рискам с Россией, которые в нас точно заинтересованы. Вот точно заинтересованы. То есть, но в первую очередь мы все равно должны максимально производить собственную продукцию, которая будет контролировать в том числе программное обеспечение, производиться и в стране, если говорить про системы ПВО, ракеты должны быть нашими, максимально оно должно быть ограничено теми странами, которые продемонстрировали не очень понятную позицию. Особенно в начале войны напомню, что господин Драги подавал, премьер-министр Италии, подавал весной прошлого года фактически план капитуляции Украины в ООН. Там из 12 пунктов, это такая позиция была, старая Европа, поэтому там есть риски. Соответственно, мы должны исходить из того, что сотрудничество с ВПК должно было с теми странами, с теми странами, которых нас объединяет общий интерес. Поэтому я считаю, что более перспективным взаимодействие со Швецией. Швеция, очень развитая у них ВПК, у них есть общий интерес с нами, потому что мы с ними в одной лодке, у нас есть близость границ с Россией. Например, Южная Корея, они находятся достаточно далеко, и в принципе у них тоже являются развитые ВПК. Я не могу понять, получается как, вот Италия по-разному относится, и нам не стоит с ними вместе вести проекты. Ну вот я не могу понять, просто у вас, как по мне, слишком такие пессимистичные какие-то вещи звучат. Просто все не так, и все как-то вот противодействие получается. Ну вот объясните, вот почему Италия? Я понимаю, что там по-разному смотрят. Драги тоже приписывали, это история, о которой вы говорите. Да, все правильно, но что, это значит, что нам нужно сложить ручки, да, и ждать маны небесной. Смотреть только на тех, которые нас поддерживают, и которые близко к России. Так получается? Ему не приписывают. Драги, премьер-министр Италии, подал в ООН список, где определял прекращение огня. Нет, ну окей, давайте, вот с этим давайте согласимся. Вот с этим можно согласиться, не вопрос, почему нет. Ну окей, хорошо, я не об этом, я не о Драги. Я о позиции Украины в том, чтобы нам работать с возражениями, именно с теми странами, которые по-разному могут смотреть на эту войну России. Нет, нет, если итальянцы хотят, да, смотрите, если итальянцы хотят инвестировать, например, в возобновляемую энергетику, да, если хотят строить, локализировать производство и так далее, то есть не связанное с ВПК, например. Да, пожалуйста, это нормально. А ВПК? То, что касается критичных технологий, которые зависят безопасность государства, жизни наших граждан, мы должны четко следовать пониманию того, а что будет, если не будут поставлять вооружение. Что будет, если, например, у нас совместное производство ПВО, да, предположим, с итальянцами, а что будет, если они прекратят поставлять запчасти. Вот вопрос. Либо это должна быть совместимая система с кем-то, либо с той страной, которая точно нас заинтересована. Поэтому я говорю, это Соединенные Штаты Америки, это Британия, это Швеция, да, это та же Южная Корея, это та же Япония. То есть в этом контексте тогда мы закроем свои обеспокоенности по поводу безопасности, потому что влияние России в странах Старой Европы, оно все еще сильно и очень сильно сильно. Мы об этом должны думать. Это как раз позиция, учитывая то, что мы видели, с каким трудом передается оружие. Помните, как эпопею с передачей вооружения немецких танков, да, что Германия должна подать разрешение на передачу немецких танков. А что, если она бы не согласилась подавать, да, то что мы бы делали? Мы бы, цвет нашей нации на фронте больше, к сожалению, погиб из-за этого. Поэтому мы должны смотреть тех технологий, которые возможно максимально локализировать, особенно ВПК, должны быть у нас. Ну, подход, да. Какие-то разработки, какие-то разработки, то есть это внедрение, собственно, у нас еще и старая советская школа, слава богу, еще не добитая, да, инвестировать в собственные разработки. Если смотреть, если смотреть на тот же ВПК, многие комплектующие, например, продаются на открытом рынке. Ну, например, как делает Иран, он же на открытом рынке покупает. Я думаю, что тут именно конкретное, действительно, ПВО конкретное необходимо, да, тут, которое, вот, цитирую, Шмагаля, они создают надежный щит вокруг нашей стратегической инфраструктурных объектах. И предприятия, именно Рейнмейт или Италия СПА, почему, СПА, почему интересуется? Потому что там Skynex, это определенная система, которая рассматривает наш Украина. И это же, ну, не бесплатно, туда вкладываются деньги, с какого удивления Италия скажет, а мы вам не поставим, вот вы там, значит, заказали, а мы вам не дадим. Ну, так тоже не делается. Тем более, премьер-министр уже другое, да. Мы видим, как по-другому относятся к Украине, Додже Мелони, которая заявляет тут же, что Рим сделает все, чтобы Украина стала членом Европейского Союза. Тарас, у нас минутка буквально, да. Премьер-министр в Италии, премьер-министр в Италии за последние 70 лет было 60 приблизительно, да. То есть там позиция очень быстро может поменяться. Мы должны учитывать эти риски, мы должны, смотрите, в краткосрочном периоде сейчас у них есть интерес к нам, они нам дают это ПВО, но в долгосрочном, в среднесрочном мы должны в первую очередь ориентироваться в большинстве случаев на себя, да. То есть если у нас есть ракеты, у нас есть разработки того же КБ «Луч» в системах ПВО, то лучше делать у нас, да. Тогда мы ни от кого зависеть не будем и будем понимать, что наша страна надежно защищена и не зависит от того, с какой ноги стал премьер-министр Италии, либо как сработала российская лобби в Западной Европе. Вот такой же политики придерживается Израиль. Израиль-то почему начал активно развивать собственный ВПК? Потому что им еле объявляли эмбарго, или не давали какие-то технологии, они многое заимствовали, но в основном они многое, чего делают и развивают. Но мы должны понимать, что круг стран, в которых нас заинтересован, он четко очерчен. Это Англосаксы, США, Британия, вот ближе к нам это Швеция, ну и, соответственно, Южная Корея и Япония. То есть круг этих стран, особенно в оборонке, ну и, понятно, Польша, потому что, опять же, мы находимся в одной лодке. Вот круг этих стран, взаимодействие с которыми технологии, которые могут быть нам переданы и имплементированы на нашей территории, они как раз снижают риски, что кто-то где-то передумает. Поэтому давайте... Ну не без этого, конечно же, да. С этим можно только согласиться, абсолютно. Да, вот так вот. Поэтому, да, хорошо, что они передали, но, опять же, я вам скажу, если бы не Буча, вот если бы не Буча, то, что натворили россияне, еще бы неизвестно, когда было поставки вооружения, потому что три месяца Западная Европа нас уговаривала сдаться. Последним была попытка, это 16 июня, когда они приехали к Зеленскому, да, тоже с какими-то мирными пламями. Зеленский сказал, нет, мы будем бороться, да, и украинский народ будет бороться до конца. После этого они, наконец-то, перестали валять дурака. Ну, изменилась позиция, абсолютно, да. Мы помним Европу до и Европу после. А, Тарас, спасибо за разговор. Благодарим Тараса Городни, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.